Здравствуйте, с вами Android Android. Сегодня я хотел поговорить о ролевой игре, которая называется Match and Minia. В начале игры мы можем выбрать различных персонажей. Мага, бойца, мужчина, женщина, мага, женщина, мужчина. Как же мы можем создать персонажей, как мы... А нет, не создать мы не можем. Так, какие-то непонятные... Так, вот, наконец-то наша игра. Что-то непонятно я нажал. А, ну я персонажи был, всё. Давайте нажмем play. Не будем ждать. Игра на английском языке полностью. Я скажу вам честно, я запускаю её первый раз. Но всё-таки я решил по ней сделать обзор, чтобы вы были в курсе, что эта игра представляет. Так, что вместе с вами сейчас буду первый раз видеть данную игру. Так, вот наш персонаж. Сверху, как я понял, жизни нашей. Мы, как и прям образом, управляем и тапаем, и наш персонаж бежит. Насколько я понимаю, у нас есть различная, типа, атакующая магия. Давайте попробуем приближаться камеру. К сожалению, я не могу приближать, удалять. Вот так мы тапаем и атакуем наших непонятных лягужек, которые бегают. По этому непонятному месту. Нас придётся атаковать, а у нас перезаряд. То есть, определённое количество времени нужно, чтобы перезарядилось. А мы, как я понимаю, можем использовать различные яблоки, какие-то зелья, которые нам помогут восстановить жизнь или что-то иное. Давайте атакуем этот ход непонятный лягушек. Как вы видите, графика в данной игре оставляет желательно лучше, но, возможно, игровой процесс в ней, как бы, плюсы в игровом процессе. Тут есть у нас карта, где мы с вами путешествуем. Вот. Как вы видите, у меня внизу аппетитинг. Как я понимаю, у меня что-то скачивается дополнительное. Вот. Вот наш персонаж. Это девушка-маг. Различные виды оружия, которые мы можем... Оружие, броня. Ну, их покупать можем. Вот. Наша дэмэдж, сколько нашей жизни. Дальше чуть-чуть нас. Различные возможности, которые мы сможем использовать в бою. Давайте прибежимся и посмотрим, что у нас там впереди. Этих лягушек очень много. Мне приходится... Ну, я практически с первого, так сказать, снаряда огненного, я их убиваю легко. Нам куда-то побежать-то на север. Вот мы сперлим различные, как я понимаю, в сундуках различные оружия, броню. И можем сейчас её одеть. Но я сомневаюсь, что её можно одеть, потому что её всё-таки это маг. Хотя, неужели можно? Да, маг таскает щит. Это, конечно, очень оригинально сделано. Вот. Бежим дальше, куда-то в воде. Теперь, мы, как я понимаю, у нас защищаться можем, или больше жизнью. Больше у нас засчитано на нашей броне. Поэтому мы можем не так бояться этих противных лягушек, которые у нас нападают. Бежим дальше. По карте карта, какой-то у нас исчезло, к сожалению. А вот новые бойцы, новые враги, которые нападают, какие-то скелеты. И новый сундук. Так, ну мы, как я понимаю, уровень прошли. То есть, вот так будет... Ну-ка, да, мы нажимаем это лево. Мы его прошли. Я думаю, у него, конечно, обширная территория будет. Оказывается, вот так сделано. Ну, вот теперь у нас появилась заставочка, которая рассказывает какие-то сюжетные моменты в данной игре. Ну, достаточно симпатично сделано, хотя нарисована не анимационная заставка, но все-таки качественно, качественный дизайн. Ничего плохого не могу сказать. Давайте попробуем пропустить его. Так, после прохождения мы отработали различные джинсы. Так, что там уже сделать? Идем дальше. Так, вот мы продолжаем так постепенно путешествовать по этому сказочному миру. Убивать врагов, накапливать различное оружие, копить свой уровень. И так будет у нас продолжаться прохождение данной игры. Давайте маленькая побегать. Тут у нас карта. Ага. И очередные враги, которые на нас нападают. Если вы являетесь любителем данного жанра, то вы, думаю, данного попробуйте сыграть. Вот. С вами был Андроид Андроидовича. Ставьте лайк, подписывайтесь на мой YouTube канал, вступайте в группу ВКонтакте. Всем пока, до скорых встреч.